Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. У нас сегодня вторник, 26 января 2016 года. За каждый день даем, оповещаем ли, что у нас было, людям интересно это. Начинай. Номер 45. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 25 января 2016 года. В кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Я это взял как эпиграф к этой нашей теме, в которой ролики идут ежедневно. Потому что все время приходится показать, что это как печать. Император оставляет Россию и уходит. Что он увидел? 300 лет династия Романова. Сенат, священники. Сотни тысяч монахов и священников. Тысяч! Не человек. 1172 монастыря. 47 тысяч храмов. И вокруг измена. Трусость и обман. И с этим он оставил Россию и отошел. Да-ка ты-то куда смотрел? Все эти годы. Измена, в первую очередь, Евангелию была. Измена Святой Библии. Не допускали до народа ее. И вот теперь плоды пришлось пожирать. Царь пошел на Голгофу. Хуже царя не было в России, чем Николай II. Не было. Безвольный. Но по отношению к вере, к Богу, самый хороший царь был. Почему и канонизирован? Да разве Петр I допустил бы эту беду? Или Иван Грозный? Да смел бы все. Ну повесил 5000 человек бы. 100 миллионов-то были бы спасены. И Россия во главе всех государств была бы. Но у Бога другой план. Как страшно оставлять Бога. И вот мы сейчас, где бы ни посмотрели, везде измена, трусость и обман. И каждому могу объяснить, где именно у них. Вот у себя посмотрите, где вы находитесь. Деноминация, конфессия. Нет этих слов. Это ересь. Церковь и ересь. Других названий нет. Вот церковь это церковь. А к церкви не надо приемляться. Она идет от апостольских времен. А не спустя тысячу лет появляется. Ложь везде. Обман. Это сектанство. Ну вот вопросы задают, которые передают в контактах, в одноклассниках, в твиттере, в фейсбуке, названия. Меня везде странички сделали. Но я не люблю туда заходить. Мне не нравится. Живой журнал у нас есть. Нет связи такой. Поэтому у нас свой форум. Свой форум есть. Вот сюда заходите. Вот он, как этот наш форум выглядит. Пожалуйста. Православный форум Игнатия Лапкина. 1887. Здесь все есть. Абсолютно все. Вот вчера, допустим, пришло 450 человек. Но это маленькие. Но эти люди не спорят. Ничего нет. Вот один какой-то зашел здесь. И как его? Олега какая-то. Олега. Но я оставляю на несколько дней посмотреть, откликнутся люди или нет. Кто-то ему доказывать будет что-то. 1887. И он не нашел даже, куда поставить. Эта тема уже обсуждалась. Дальше он как себя еще поведет. Разные были люди. У нас споров нет. Совершенно нет. А что спорить, когда мы даем самое драгоценное? Это по Святой Библии ответ, когда я даю. По Святым Отцам это 300 томов. Канонных книга правил. И Жития Святых 12 томов. Это 1173 жития. И надо прямо в вопросе заходить на наш форум. Регистрируйтесь и получаете. Я объявляю, чтобы кто-то помог нам у роликов. В роликах создать содержание их. Я пока даю здесь. Вот посмотрите. Чтобы увидели о чем мы говорим. Указать на какой минуте, на какой секунде о чем говорится. Вот оно где. Я продергиваю, чтобы прочитали. Дома когда будете слушать, тормозните и вы увидите тогда. Так, пошли дальше. Зульфия. Зверем двуногим помешали собаки. Наверное из-за зависти, любви животных к вам убили бедняжку. Пусть ответят за это убийство на суде Божьем. То есть самая хорошая собака у меня была многолетняя такая. Это единственная собака, которую я знаю. У ней была стыдливость. Ну или похожа на стыдливость. Подходит всегда так вот боком и так смотрит. И вдруг в воскресенье ее убили. Все кровью залито. Пока я не мог узнать даже, как это, что произошло. Вчера ходили, мы сняли ролик один здесь. И вот Зульфия на это отвечает. Ну а было, что и завистью убивали? Конечно было. В житиях святых мы об этом считаем. Флорентий монах был. И у него медведь. Воду возил на нем все. А братья монахи, это монахи самые завистливые, злобные люди. Монахи. Злобнее монахов, кажется, никого нет. И они медведя убили. Четыре монаха сговорились. Как они его там где-то заманули? Ну, шкворнем там, ломиком его. Ну и убили. Ему так было обидно. Он, да будьте вы проклятые. И они все умерли. Он как раскаивался потом. Иоанна Затауса сослали. Свергли патриарха. За обличение царицы. И дорогой в горах. Епископ Паретри с отрядами монахов караулит его, чтобы убить. С монахами. Они залегли на тропах, ждут его. А его сопровождает охрана, как апостол Павел. Там 470 человек у Павла было. Так эти, которые при Тарянской гвардии были, говорят, лучше в руки и саврянам попасть, чем этим диким зверям. Называя их. Вот думать надо маленько-то. Куда залезли-то мы? Дальше. Меня спрашивают, а почему вы слово употребляете кодло? А оно не евангельское. Ну, не евангельское, но оно об этом говорит. Вот смотрите, словарь говорит. Считай. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. Кодло, кодлы женского рода. Кодло государственных бандитов. Вот это такое там употребляют. Дальше. Шутливый иронический алак, что означает. Ну, это как расшифровывается. Кодло государственных бандитов. КГБ. Первая буква. Кодло. Главное, кодло была где. Потом. Кодло. Шумная ватага мелких хулиганов. И даже не хулиганов, а шалопаев. Вот так. Вот. А один может быть кодло. Не может быть. Группа. Вот на меня, которая нападает. И везде на наш сайт форма. Это кодло. Там священники. И везде они в студии сидят. Там я их перечислять даже не хочу. Как говорится, язык поганить. Кодло. Шайка объединяет преступные помыслы и цели. Вот они. Цель какая. Чтобы закрыты были у нас. Чтобы нашего форума не было. Не было. Ютуба, канала. Лгут. Что попало делают. Это все священники московского патриархата. Это кодло патриархийное. Почему я назвал их лютые волки, нещадящие стадо. Кодло и соседских мальчишек. Свара, сброд, шайка. Шайка, шайка. Патриархийная шайка. Синоним. Один не может быть. Только кодло. Бартош Заглоба. Первый вопрос. От кого из новых сыновей произошли китайцы? Из каких новых сыновей? Мне непонятно. И зачем это вопрос? От кого произошли? Ну мы знаем. Сим, Хам и Афет. Сим, Хам и Афет. Ну а кто такой Сим? Ассемитские народы. Антисемитизм. Евреи, которые есть. А Аяфет. Это бреднолицые. И поселятся в их шатрах. То есть русские все Атефеты. Остальные хамовы племя. Вот куда они относятся. От хама. Второй. Игнатий Антиохийский сказал, что уходящий в раскол царствие Божие не наследует. Ну он сказал это. Тут непонятно. Еще тут новинку какая-то. Открыл тебе. Нет никакого. Уходящие. То есть они встали от церкви. Отошли и ушли. Я понимаю, куда вопросы-то к нам как бы обращаются. Тут и так понятно. Мы никуда не уходим. Ушел-то тот в раскол, кто над нами был. Видит волчатник этот патриархийный. И бежал. Наемник. Сам, может, волка превратился. А мы-то при чем? Вот как раз здесь до достойного уважения даже помощи овцы остались одни и волкам не поддаются. Да не одни с нами Господь, пастор. Не надо думать, что церковная иерархия тут что-то значит. Главное, ты ее признаешь и не признаешь. А есть она или нет, ее всю вырубили. Признание. Признание и все. Как вы думаете, где граница раскола? Какая граница раскола? Здесь расколы. Нет каких-то границ. Такой вопрос никогда не ставят ни Василий Великий, ни кто. Раскол это так. Я отхожу от церкви. Я в церковь не пойду. Раскол устроил Никон, Мордвин, патриарх. Он раскол устроил-то. И поэтому все патриархиное, это раскольническое, если по большому счету отобрать-то. И сейчас придумали объединение какое-то. Это раскол произвели. Кто? Лавр там, патриарх Алексей Второй. Они раскололи на 13 частей. Они те, которые молились, еще не знали про это. Это их замысел коварный. Чурка колет или топор. Кто раскол-то производит-то? Они этот удар нанесли. Зачем? Что-то изменилось? Еще не изменилось. А сатана. А зарубежная церковь шла и вместе были. Признали акт о троническом общении. На этом не могут. Им надо под себя подмять и дальше грабить. Ну, признали акт о троническом общении. Об этом только речь-то шла. А дальше-то зачем было? А дальше они не могут. Сталинско-Беревская кровушка в жилах течет. Подмять, задавить сексоты. Если бы законный левит или кто-то из высших чинов присоединился к Багдафану, провалился бы ли он в ад? Присоединился и провалился. Истина так. И теперь разбирайте, кто к кому присоединился. Надо ли? Мы категорически были против никаких объединений. Акта о троническом общении. Мы признавали благодатность патриархии. Всегда и сейчас признаем. Игла. Да, именно так. А дело в том, что кто беснуется в нападках на меня, как их охарактеризовал, что это кодло патриархийное. Они выискивают всех, кто общается со мной и заливает их мерзостью, отравляя души. Пришлось убрать из названий все имена и фамилии. Теперь многое называю по стихам Святой Библии, судя по содержанию видеоролика. Это мне сказали. Раньше было легко искать, допустим. Я беседую с таким-то, с Ивановым. И в ролике название есть. Они выискивают их и сразу начинают кидать что-то разное название. Какие-то студии, какие-то амносы. Игнатий не прав. Каноны он нарушает. Цинизм. Лисемерие. Каноны вообще в патриархии не действуют. 413 каждый день. А они во мне это выискивают. Как будто во мне источник зла найден. Это Ио говорит об этом. И вот я на это отвечаю. Поэтому ролики я стал сейчас называть прямо в местописание. Беру какие по содержанию есть и все. Да, это неудобно теперь. Но вопрос оставлю, потому что боятся люди даже еще фамилию называть свои. По сегодняшний день. Из США пишет одна. Хорошая женщина. Игнатий Тихонович, испытываю огромную неловкость и никак не могу встретиться с вами. Вы указали время контакта на скайпе с 3.00 до 15.00 московского времени. Наверное, это между 13.00 и 15.00. Нет, 3.00 до 15.00. Она думает, что может быть я ошибочку сделал. А не трех. Когда я вызываю вас, контакта нет. То есть звонок срывается. И давно принял вашу политику в кавычках, открытость миру. И с этим согласна. То есть до этого уже больше полгода об этом. Ну, у человека там родственники в таких структурах работают. Это бывает где-то там в ведомстве, в НАСА. И они будут преследованы от свободной Америки. Это опасение. Это русский человек пишет. Нельзя назвать даже ничего. Там слежка-то по сегодняшний день будет здоров. Ну, промасоненная насквозь, как Франция страна-то. И вот теперь оставайтесь с Богом. Я дал данные. Я говорю, именно так. И тогда она снова зашла. И вчера первый раз мы встретились. И вот такая была переписка. Дорогой Игнатий Тихонович, наконец-то встретилась с вами. Такая радость увидеть ваше лицо, пронизанное светом Христовой любви. Спасибо от души. А по поводу фотографий с отцом Александром Мень я писал о вам, еще находясь в Москве. То есть я когда с Александром Меньем и беседовали, там было фотографы. Нас много. Мы на улице где ходили с ним, с Александром Мень, убитым священником-то. И ни одной фотографии мне не досталось. Я все время ищу, ну где они? Это фотограф был. Кто он был такой? Почему-то я его отец Дмитрий Второй назвал, Екатерина Вторая. Тоже там, не знаю, священниками были. Там с Дмитрием Дудковым, где фотографировались. Там Глеб Пикунин. Нету ни одной фотографии. Я ее спрашивал. Она говорит, ничего сейчас не найдешь. Дальше. Дальше. Увы, никаких следов не нашла. За эти годы там такие преобразования, как в стихотворении. Одних уже нет, а те далече. Больше многоточий и в фонде отца Александра, увы. Да. А помните ли мое предложение на канале «Свобода» встретиться через скайп? Вы отец Яков Кротов и... Я, быть может. Я, быть может, да. Ну, я ему написал, а он говорит, надо лично там присутствовать. Я отвечаю на это. Он говорит, я вышел на него, кинул туда. Хороший батюшка, все, но пока не состоялось. Я согласен, готов. Вас надо обязательно показывать по телевидению России. Особенно сейчас. Сами же сказали, как поднимается Россия сегодня. Да, вчера я это сказал. Видите, у нас есть признаки этому. Чтобы лучше узнать Кротова, наберите имя на Google. Он эксцентричный человек, но я к нему чувствую симпатию только за то, что с отцом Глебом Якуниным были дружны до конца. Наша первая встреча произошла в 1981 году, когда вы назвали меня матерью Терезой из Калькутты. Храни вас Господь. Откуда мы с ней, с женщиной знакомы-то. Это 20 лет, 34, 35 лет уже знакомы. Она в Америке уехала. Храни вас Господь, 21 января 2016 года. Валерий Сенкевич. Слава всеведущему Богу, отвечающему на незаданные вопросы через рабов своих. Вот я переписываюсь, когда я маленько что-то добавляю, мне говорят, а как вы узнали, что это у меня такой вопрос? Со всех сторон это. Это у меня в университете было. Я ничего не знаю. Я не провидец, не ясновидящий, ничего нет. Я просто молюсь и говорю, а люди говорят, у меня этот вопрос я не успел задать, а вы на него отвечаете. Притом это абсолютно отовсюду сообщение. Это Бог делает. Моего тут ничего нет. Я не нашептываю. Станислав Тарасенко. Добрый день. Узнал, что есть такое православное селение потерявка. К сожалению, не знаю о ваших взглядах на последние времена, дьявольские документы и на глобализацию. Мои взгляды таковы, что я хочу от всего этого отказаться и жить жизнью православного христианина без всех этих документов. Но я не знаю, как мне выбраться из социума. Мне 21 год. И все имущество на отце, которое тоже православный, но, к сожалению, усыплен тем, что все хорошо, что заботиться о завтрашнем дне не надо. Мол, будет день, будет пища. В чем-то я с ним согласен. Но, как я понимаю, правила жизни изменились. И надо думать уже сейчас о спасении. Мой вопрос. Каким образом я могу поселиться у вас в селе? И каким образом я смогу зарабатывать хоть какие-то крохи для поддержания организма? Прошу прощения за столь неясную речь. Очень надеюсь, что мою главную мысль вы поняли. Спасибо, Господь. С уважением, Станислав Тарасенко. Мой ответ. Это вчерашние письма, которые пришли. Вы не подходите под наш устав совершенный, потому вы не можете быть здесь. Одинокие не приживаются. И у нас все с документами. То есть у нас паспорта есть, военные билеты. И у нас откаживать от армии нельзя, но на альтернативной основе. Школа государственная у нас. Интернет. У нас ничего такого нету, чтобы где-то мы как пензенские затворники были. То есть ни по чем не подходит. Потеряевки. Поселиться. Мы в первую очередь. Приоритетно. Это молодые с детьми. Тогда с ними могут быть и старые. Старые, одинокие, абсолютно даже там делать нечего. Не вздумайте кто-то приезжать. Вы просто засохнете там. На вокзале нет ни одного строения. На вокзале слезьте в степь. В какой стороне деревни даже не найдете. Не найти. Тем более зимой. Смерть верная, стопроцентная. Ну единственное, что если крепкий, по линии пойдешь, там 20 километров до станции другой дойдешь. Сядешь и уедешь. Анатолий Меньшиков. Очень рад получить это сокровище. То есть получил книги от нас. У меня есть ощущение, что недалеко времена, когда доступ в интернет и к электронным книгам будет ограничен. А то и вовсе его не будет. Вот это надо помнить. Интернет дан для того, чтобы ты успел что-то оттуда накачать на диске где-то, чтобы у тебя было свое. И вы добавляете, что ваши книги в скором времени будут искать днем с огнем. Да, когда меня не будет. Это я заранее уже знаю. Будете искать ответы. Ответы. Тысячи ответов, которые я давал в университетах в разных регионах страны. Телевидение. Радио три программы вел. Во всех отделах милиции, воинских частях, фабрики, заводы, школы, техникуме. То есть более востребовано во времена перестройки, чем я, я думаю, никого не было. Нигде. Даже никто не слышал такое. И поэтому у меня есть опыт. Книги. Это не электронная версия. Света нет. И все, будешь молиться, зачубайся день и ночь. Дальше. Поэтому бумажные книги, а тем более эти, большая ценность. С великой радостью сажусь за чтение, изыскивая время на это. Любую книгу можно открыть на любой странице, начать читать. И для меня уже сложно оторваться, хотя порой приходится. Сложно запомнить столько информации, сколько дается. Однако надеюсь, что как-то будет откладываться в голове. Мне очень нравятся фотографии, которыми обогащены книги. Они дают некое подтверждение информации, изложенной в печатном виде. И позволяют воссоздать более полное впечатление о событиях. Он получает книгу? Должи выслать фотографию. Он выслал. Я сейчас покажу его. Пока разворачивал посылку и радовался от второй половины, услышал, что я такой доверчивый. Что ты такой доверчивый? Ну и первый слышит Лапкина и доверился книге, деньги послал. У меня такое, сначала деньги высылают, я получаю квиток в электронном виде, только тогда. Никаких предоплат, ничего нет. Ну а если не предоплат, все, разговор окончен, вычеркиваю. Столько о нас написано, видите, еще не доверяешь. Да какой разговор-то? Еще сбоя не было ни разу и нигде. Ни одной жалобы. Ни одной. Было такое, книги не дошли, вернулись. Хозяева не пришли за ними или на даче были где-то. А это очень дорогая почтовая перехода. Он говорит, мы пошлем, все, я взял расходы на себя и нынче опять послал. Уже, кажется, три случая было таких. Не пришли или не удоимеяли. И что дальше? А когда рассказал, что у вас помимо этих книг есть еще как минимум 38 томов и продемонстрировал фото вас с книгами, она удивилась. Не каждому до нас только написать. Даже приятно стало за понимание, что я доверяю неспроста. Доверие. Вот смотрите, сейчас мы откроем. Посмотреть надо. Вот он самый стоит. Смотри, какой приятный человек. Это он что, трехтомник выписал для Слова Божия, а не тут святкинского православия. Вот он. Пожалуйста, представьте себе там, кто там, жена его. И вдруг он показывает книги, фотографии. Но ему тоже приятно, что она поверила, что он не пустим занимается. Видите, как у нас на все есть ответ. Вот. Теперь дальше. Лиса Алиса. Лиса Алиса. А, Лиса Алиса. Игнатий Тихонович, на будущее вам. Это там, где мед покупаю я, и за банки, говорю, я заплачу там это. Если продают мед в банках, в ведерках и тому подобное, то цару не возвращают. Ее стоимость заложена в стоимость товара. Вы святая простота. Крепкого вам здоровья на долгие годы. Дмитрий Игоревич. Ну, держись, Никита. Про тебя. А, ну, Игнатий Тихонович, одарили Никиту по полной. Давай считать. И посох, и толкушку. Толкушку, землю толочь. Толкушку, да? Да, да, да. И двуручная пила, и рожок от косы. И подушка. Новый завет. Мешок муки, масло растительное. Соль, сахар, спички, лапочку. Место под дом. Это уже, получается, 13. Дальше. И тут еще мед. А потом... Я тебе банку трехлитровую подарил. Ага. Купил тут же прямо и подарил сразу. Никита уже... Даша. А потом, говорите, не жениться. Да с таким преданным за него любая пойдет. Только свистни. Шучу, конечно. Смотри, Никита, я имел в виду не это, что жениться-то, а чтобы ты... Ну, имел на черный день что-то. Юрий Соболев. Всякий раз убеждаюсь в правоте ваших слов, Игнатий Тихонович. Вот ответ Иоанна Златоуста всем, кавычках, любвистам. Батюшки, все любовь, любовь, чтобы никого не обидеть, не оттолкнуть, чтобы боиться кормушку потерять. Любвисты. Иоанн Златоуста об этом говорит так. И в древние времена было то же самое, чем и показывается особенно единство Ветхого Завета с Новым. И то, что здесь говорит тот же, который тогда давал заповеди. И иудеев именно, когда слили тельца и когда приобщились, ввели фигуру. Исход 32-38 числа. Как скоро каждый умертвил ближнего своего, Бог прекратил гнев на них. Итак, где же вы утверждающие, что тот Бог был зол, а этот благ? Вот и этот Бог наполнил вселенную кровью родственников. Впрочем, мы говорим, что и это есть дело великого милосердия. Иоанн Златоуста говорит, что Бог навел потоп, это благо. Смерть самая легкая в воде и самая тяжелая от голода. Даже это он разбирался и знал. Как Василий Великий определяет человека, как мудро устроен человек. Посмотрите, почему иногда волосы растут, а на бровях не растут. А представь, чтобы росли бы все каждый день, как по брови Брежнева, еще бы было. А для чего брови? А это, говорит, как козырек, когда дождь течет, говорит, на окно не попадал, чтобы пот отводить, когда ты работаешь. Брови-то для чего тебе нужны? И дальше посмотри, говорит, как. Человек напился пьяный. И что у него? Из него извергается. Чтобы он видел, что изо рта такое идет противное, чтобы не пил. А когда естественно направляет, это сзади, говорит, он даже и не видит, чтобы его не смущать. Лопатки сзади, для чего, говорит, чтобы прикрыть сердце. Легкие ниже сердца, когда сердце, говорит, разволнуется, чтобы мягко прыгать было ему. Как на батуте. Даже это, дальше. Матфея 10, 41. Кто принимает пророка в имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника в имя праведника, получит награду праведника. Мне кажется, и не лишь сейчас, что этот стих прямо относится к вам, Игнатий Тихонович. А также к вашим хулителям и многим благодарным, чьи письма вы получаете со многих уголков мира. Интересно, мы едем в миссии где-то. И в это время священник к священник, хороший, протеерей скидывает. Апостол Павел говорит, там больше вас потрудился в гонениях, перечисляет Коринфянам. Да это же все про вас. Мне отовсюду. Какое местописание они берут ко мне? Почему? Бог так сделал-то. Оно запоминается легко. Слово Божие живое и действенно. Это его слова. Дальше. Дмитрий Ткач. Здравствуйте. У меня вопрос. Как по мне, так смущенно, ибо не по Слову Божьему. Так вот. Где-то 4 года назад ездили мы с семьей в какую-то церковь. Был какой-то праздник, что в тот день множество монахов посъезжалось. И по окончанию службы мой папа отправил меня к тому монаху по имени Михаил Савин и Ермонах. Сперва туда пошел мой брат с девушкой. После я, но я толком не знал, для чего мне туда идти. Какой простой парень-то. Послали, а зачем это, я не знаю. Ну, давай, интересно. Ну, я шел и раздумывал, какой же мне ему за вопрос задать. Ну, как прям задать бы, мата монаху. И вспомнил мой случай с детства, весьма пугающий. Не буду вдаваться в подробности. В общем, у него была небольшая очередь. И спустя 10 минут к нему я зашел. Познакомился и он спросил, какие вопросы. Я им рассказал мои переживания. Что я видел ночью, когда внезапно проснулся от страха, лег обратно, но не уснул. А так же, как я слышал голос ко мне обращенный, когда я лег спать. Но я не спал, а просто размышлял и услышал голос, как будто надо мной кто-то был. Говорят, спокойно. Ласкова дива, то есть, мое имя кто-то произнес. И я тут же встал, я крикнул брата и спросил, ты мне что-то говорил? Он ответил, нет. Ну это, понимаете, похоже на Самуила, когда с Ильем, с первосвященником он был. Самуил, Самуил. А он прибежал к нему и говорит, ты звал меня? Нет, не звал, ложись. Это Бог заговорил с ним. Когда я это, все этому монаху рассказал, он спросил, знаешь ли ты Иисусову молитву? О, это по монахам. Почему он не привел этот момент, который я сейчас говорю? Он бы сразу увидел, это похоже, что себя Бог зовет. Нет, Иисусову молитву знал ли? Ну ладно, неплохо. Я ответил, что не знаю. После он мне рассказал и сказал, чтобы я ей молился. Потому, когда я уходил, он за мной шел и на встречу шел мой отец. И они там между собой еще договорили. По окончании, когда мы уже начали уезжать, папа был рад за меня, что ему уже второй монах говорит, что я буду монахом. До этого говорила старая монашка. Радости, как предсказали. Но мне это не понравилось. И после того, папа начал у него советоваться по многим вопросам, брать благословения на разные случаи и тому подобное. В общем, держал с этим монахом связь. Хотя он мне кажется весьма гордым, или как это сказать, мол, что он скажет, это закон. Библию читать не одобрял. Ну, это монах, вот этого я уже знаю. Как Олег Стеняев говорит, где-то он был, ездил там в Чечне или где, но там подозревает, кто такой. И остановили. Кто такой? Я священник. А там пропускать надо же. О, морда красная, пьяный сидит. Это настоящий священник? Пропустите, здесь без обмана. И отец Олег Стеняев рассказывает и смеется. Да не смеяться, плакать надо. Он определил-то тебя почем? По толстому пузу, по красной роже и по пьяной морде. Вот это да. Определитель. Свои мысли говорить по разным вопросам по Библии игнорировал, мол, ты слишком высоко себя возомнил, гордый. Вот и все. Вот это монашество. Вот они загнали людей куда. Библия, это гордый. Ну, до сефея возьмите, Дорофея. Хотя у Дорофея спросил, а тот не отвечает, послал к настоятелю, иди. А тому, когда он придет по Библии, интересуется, молодой офицер пришел, ты ему сгрей как следует, от дуба сего. Вот так и пришлось. А тот кроткий, ну и как? Был у настоятеля. Он ответил, нет, сказал, тебе не надо знать там Евангелие. И что? А он ударил, меня куда-то вот туда вот ударил. А потом я побежал, он у меня и по спине палкой ударил. И так говорит ласково, что лучше того настоятеля нет. Вот это настоящие монахи. Замордует, забьет, ты чтоб молчал. Вот Андрей Кураев говорит, хочешь монахи, давай я тебя постригу. Все права, все у тебя отнято. И выброшу в любой момент, не объясняя причины, как собаку. Дальше. У меня вопрос. А что, все люди гордые, которые обличают по Библии и по правде? Дальше. А ты до конца досчитал? Нет, конечно. Вот я тут. А почему ты не считаешь? Что не считаю? Ну, считать надо. Да. Ну так считай. В общем, этот монах в ничто меня ставит. Мой отец перед ним как раб какой-то. Если я начинаю возражать, то дело доходит до скандала. В общем, мол, этому монаху было откровение, что нужно к молитве Иисусовой добавить вот такие слова. Благородицу и помилуй имя грешного. В полном оно звучит так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Благородицу и помилуй имя грешного. Ага. У меня сразу же пошло недоумение, возражение по этому поводу. Я начал папе говорить, что с каких пор эта Дева Мария стала ходатайцей за нас перед Христом. И почему ее именуют Пресвятой, если только един Бог все свят. И тут понеслось ссоры, споры, которые ни к чему хорошему не довели. И я считаю, что это вина этого ярмонаха. Это монах кто сделал ярмонах? Почитание и умоление к Николаю Чудотворцу, Деве Марии, притом усиленное, нежели ко Христу. Ну, видите, что отвечать? Ну, если так брать, вот просто по-сектантски-то, то парнишка-то правильные вопросы задается. С какого времени? Ну, это с начала, с самого начала христианской церкви было. А если к ней не призывать, не умрешь, и никто не пострадает. Ну, ты против не говори, мы православные. Ну, почему Пресвятой? Это неправильно. Это неправильно, это абсолютно неправильно. Ну, я православный, я повторяю. Ну, и дальше что? Именуют Пресвятой? Ну, неправильно никак. Там, может, и так. Николаю Чудотворцу, они живые, это наши ходатай, мы православные, мы в это верим. Вот, но ему не объяснили мальчишки этого. На согласной Евангелией? Согласной Евангелией я докажу вам, но вы против не говорите. Ну, не молишься, не молись, молись Христу. Ну, надо найти, как говорится, альтернативную основу. А как? Никакие консенсусы не помогут, только Библия может показать. По Библии прямо четко указаний нет, что молиться святым. Нету. Но доказать косвенно я могу показать. Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства, Павел говорит. И поэтому не говори ничего против, если ты православный, далеко зайдешь. Папы или кто там, они сказали, надеясь, что ты просто подчинишься. А ты, видишь, еще стал исследовать. Православному это запрещено в Библию смотреть. Денис Осипович, что вы думаете об этом? Садомит Гундяев, мерзко, великое, мерзость великая на Руси, часть третья. Ну, это вот где написано. Я думаю, даже мерзко называть, такое думать, даже такое мерзко о патриархе. Не верю я в это. И никогда не поверю. А если докажут? Да ничего не докажут. Как же еще за ноги держали или что-то. Мерзость сама даже думать о патриархе такое. Вот мой ответ. Я не патриархийный, поэтому... Парияс Дадаев. Мужики, да вы молодцы. В городе жрать нечего, работы нет. Ну, он там увидел, как у нас сидим за столом. Ну, а теперь дальше посмотрим. Вот у меня страничка. Мой мир. Видите как? У меня несколько страничек там с голубем бывает. А здесь просто я в шапке. И заходите сюда. Сколько у нас видео здесь? 2357. Сколько фотографий? 18800 ровно. То есть у нас есть что показать. Каждый день мы выставляем не менее пяти роликов. Каждый день. Вот. Ну и дальше показать хотел. Вот у нас есть сайт. Называется «Восвете Библии». Здесь ответы. Здесь проповеди. Вот, допустим, проповеди. Вот смотрите. Я ткну только проповеди. Не показывал. Вот они проповеди. Сколько проповедей? 1136. Это может быть десятая только часть проповедей. Каждую неделю я говорил четыре проповеди. Потом вдруг отошел. Ну и вот все такое. Вот. Аудио, Библия. Вот сколько стихов. Вот список проповедей по алфавиту. Вот смотрите. Я сейчас нажму. Что у нас выскажет? Вот оно. Как называется проповедь? Слава Иисусу Христу! Рядом с семьей не слышу. Смотри, как проповеди начинается. Какой том, какая страница? Сначала не было так. Видите, какой алфавит. Вот заходите. Вот видите, какая страница. Ну и все так и идут. Я даже могу протащить, чтобы показать. Видите, какой труд был сделанный. Какой том в наших книгах и где они есть. Вот оно. Но это не все. Если бы только это было все. Но скажут, ну а название-то мне еще ничего не говорит. Хорошо. Список проповедей по местам писания. Эти же проповеди. Евангелие от Матфея. Какой том, какая страница? Вот смотрите, я сейчас протащу. Какая работа проделана? Это мои проповеди. На Евангелие от Матфея на какие места? 18 глава, 19. И какой том, какая страница? На Евангелие от Марка. Ну просто покажи. Вот. Евангелие от Луки. Это проповеди, о которой я говорил. По ним легко на ежедневной, которая в церкви положено читать, готовы проповедь найдете. Ну если, конечно, все книги есть. Евангелие от Иоанна. Ну посмотрите, какой труд проделан. И те, которые нападают, это кодлото. А у них ничего нету. Ничего нету. Кроме злобной, бешеной слюны. Деяния. Ну пусть они покажут что-то подобное. Подобное где-то в мировой практике. Не у них. Вообще в мировой практике. Если есть лешего проповеди, его были так вот все разложены. Патриаршие, речи-то. По названию, а теперь по местам писали. Ну я просто передвигаю. Чтобы увидели. Ну вы зайдете, сами увидите. Первый Коринф. Видите, на какие проповеди я говорил. Это уже отскочило что-то оно у меня. Вот оно. К римлянам, к коринфянам. К евреям. А проповеди по Ветхому Завету. На различные праздники. По Ветхому Завету. Видите сколько? Это только, повторяю, это только часть. 123 занятия в Потеряевке. Что по темам? Посмотри, какие темы. Это по темам. Какой том, какая страница. Дальше я провожу. По темам. Огромные темы. Вот оно где. Ну я к примеру просто показать. Ну покажите, где вы видели еще такое. С такой любовью это сделано. Так это не все. Я уже показывал об этом. Возвращаемся назад. А вот стихотворение. Аудио Библия мной насчитанная. Это увидел Максим Степаненко. Вы, говорит, пять процентов вместе взятые сделаете, что Игнатий сделал. Что это кодло крутится вокруг меня? А то, что сатана их тут. Вот здесь стихи. Здесь книга к истинному православию. А вот здесь звук и видео. Вот звук и видео. Я толкнул. А вот здесь звук и видео. Что у нас здесь на нашем сайте. Жития святых 12 книг. Я ткнул. Вот оно. Из всех книг выбрано было. На каждый день разные века. Из всех книг 365 дней выбрал первый век. Какая работа проделана. А было такое? Не было. По сегодняшний день. Надо быть религиозно-талантливым. Из книг Дмитрий Ростовский. Потом сверил с настольными книгами. И нашел, что 174. Жития у него нет. Включено. И вот теперь второй век. Третий век. Вот одна это дорожка. Дорожка это 2 часа 5 минут. Сколько дорожек. Сколько файлов. А вот четвертый век сколько файлов. Вот смотрите. А дальше каталог. Внизу каталог. Посмотрите. Ну просто гляньте маленько. По векам. Первый век. И какой святое. Вот здесь количество страниц этого жития. Книгу не открываю. Я знаю большая она или нет. Я просто показываю. Второй век. Третий. Четвертый. Сколько здесь труда положено. На это каталоги сопроводительные. К пленкам были. Вот они. Я просто провяжу. Покажу. Это Господь только мог сделать так. Это невозможно. Все понимают. Это насчитано моим голосом. Все 12 томов. А Златоуст. Пожалуйста. Где она у нас. Я на Златоуст 12 томов. Я нажал. Вот. Каждый том Яна Златоустка. Сколько файлов. Тоже мной насчитанное. Вот они. Это 2 часа 5 минут. И пленка получается 8 часов 20 минут. То есть катушка была. Вот. Сколько слушать его. Сколько часов. Добротолюбие. 5 книг. Григорий Диченко. 4 книги. Это все в аудио на нашем. И здесь фильмы у нас снятые. Занявшие первое место на международном конкурсе. Документальные фильмы. Государственные. Первое место в России. Ну а Кодло-то что сделало? Ничего. У них ничего нету. Нету. И они не останавливаются. То обречите Лапкина. То Петров. То Скоро-то. Тут Консак нету. Кодло. Ну остановитесь. Пока есть время. Вот я отвечаю. 4124 ответа. Они разбиты на папки. Ну какое-то. Возьми отдельно. Ну что-то. Вера. Взаимоотношения. Названо. И евреи. Вот я еврея. Хорошо ткнул. Все. Пошли вопросы. Какие вопросы? 176 вопросов по еврейской теме. Каждый вопрос. Вот он идет. Какой вопрос? Какой том? Я в него ткнул только сейчас. Все открылось. Жирным курсивом местописания. Везде местописания. Из протоколов. Что говорили? Бердское дело. Сионских мудрецов. Вот сколько. Смотрите. Это один ответ только. Вот один ответ. Вот они. Это один ответ. Сколько туда положено? Ну что может показать эта свора нападающих? Ничего у них нет. Они не ищут этого. Вот даже Новый Завет. Вот изданный. Он у нас. Дай-ка его сюда еще раз показать. Некоторые не видели. Трехтомник. Каждый том 752 страницы. Вот так. Вот это изданное. Ну. Мое издание. Я его издал. Просил Господа помочь. И издал. Вот посмотри. Как с какой любовью это сделано. Вот оно где. Блаженна Фефилахта. Толкование с откровением. Впервые за 2000 лет вышло. Весь Новый Завет с полным толкованием. Закладочки. 240 иллюстрации. Ну любую только. Открой. Гестава Доре. И мы ее раскрасили сами. Сколько времени ушло конца мету. Вот оно где идет. Как. И 297 даю комментариев. То есть. Этому изданию. Аналогов нет. По 8 параметрам только. Это лучше самого хорошего патриаршего издания. О. Пожалуйста. Это второе издание. Вот что можно найти. Вот на наш сайт зайдете. Вот православную форму ткнул. Уже на форме. Ткнул вот сюда видеоканал. Вы уже на видеоканале. Ну вот так. Допустим. Где видеоканал? Вот наш видеоканал. Вот он. Вот тут еще что-то идет что-то. Я не понял. А что-то у меня тут вроде бы нету. Видеоканала. А. Это. Видимо не здесь. Вот он. Нет во свете Библии. А что же у меня видеоканала тут сегодня нету. Показать нету. Вот сейчас покажу. Какой у нас видеоканал. Вот он видеоканал. Посмотрите какой. Больше 4 тысяч наших видео здесь. Они разбиты по плейлистам. И вот здесь если вы посмотрите дальше. Внизу нажмите только главное. Вот здесь вот. Главная. Главная страница. Вот где-то. И внизу идут жития святых. На каждый день жития святых. Кто-то их делает. Они очень интересно смотрятся. Ну вот сегодня поставили. Последнее уже. Ну вот предпоследнее. Января. Житие преподобного. Охца нашего Федоси. Считай дальше. Что написано? Федоси. Это Печерский. Я знаю. Января. Да. Игнатий Лапкин. Православный проповедник. Миссионер. Вот я нажал. Смотрите как. Как начинается. Хоть один раз. Заходите. Смотрите это сокровище. Так. Привет. Вот оно. Как оформили, сделали. 1173 ролика таких будет. Может быть. Это я не православный. Жития святых издал. А они православные. Это кодло. Священники. Ну пусть покажут такую любовь к житиям святым. Ну мне. Покажи веру твою без дел твоих яков. Говорит. Я покажу и сделал. Так вы рекламируете. А кто меня будет рекламировать? Я сам себя рекламирую. Чтобы привлечь вас сюда. На это сокровище. 11 января. Житие преподобного отца нашего Теодосия Великого. Преподобный Теодосий родился в селении в Магарионском, в Каппадоке, от благочестивых родителей отца проевесия и матери Евлогии. И был воспитан в благонравии и книжном обучении. Когда отрак пришел в совершенный разум и хорошо изучил божественное писание, ему приказано было читать в церкви, назначенные для чтения, места из богослужебных книг. И он был чтецом сладкогласным и искусным, как никто другой. Понятно, это каждое житие так оформили. А насчитано в 80-х годах было. С каким трудом пленки сохранялись, как мы их закапывали, прятали от КГБ, все изымалось. У этих-то ничего нет, они не знают. Ничего. Поэтому мы приглашаем на свой форум, на наш ютуб, и на нашем ютубе вы это все увидите. Притом открыто, это бесплатно. Зарегистрируйся, пожалуйста. Посмотрите по темам. Какие плейлисты. Вот, где это известно. Ну, сейчас я опять ткну. Вот, главное. И теперь сразу она идет. Пожалуйста. Вот она. Вот житя святых. А тут, что беседа по скайпу. А здесь, что основной. Здесь, что какие фильмы. Какие фильмы. Здесь проповеди. Это видео проповеди мои. Видео беседы. Дальше. Деревня Потеряевка. Это плейлисты. Заходи. Тут конца, края нету, сколько сокровищ. Что хотел? Ну, а что тут потерявки находятся эти видео. Думаю, так они тут местные. Ну, ладно. Мы идем дальше. Считаем. Какие письма. Роман Радченко, город Донецк. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. ПЦ. Через крещение человек становится членом церкви. Православная церковь, видимо. Ответ. Теоретически, да. Если бы это было соответствовало тому, что сначала человек должен уверовать во Иисуса Христа, получить подперерождение, поворот ко Христу и тогда крещение, как завершающий акт рождения свыше. Сегодня одна из самых трагических ошибок православной церкви – неправильный вход в нее. Совершается это механическим мочень молба или макушке головы за деньги. Все это профанация и нет ни крещения, ни рождения свыше, ни вхождения церкви в Христову. В мирскую организацию требуется больше знаний, чем сюда. Деяние 28. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. 1 Петра 3.21. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, ни плотской, ни чистоты, и мытия, но обещание Бога доброй совести спасает воскрестением Иисуса Христа. Деяние 10.48. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Елизавета Сапожникова, город Екатеринбург. Игнатий, спасибо за красивые снимки, которые радуют и поддерживают. Ну, тут что-то еще. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. А ваш опыт противостояния как-нибудь отображен? К сожалению, я не читал еще ваших трудов. Кого еще вы можете посоветовать, почитать, чтобы лучше усвоить данный вопрос согласно Библии? Ну, я советую, считаю, что я святая. Вот ответ. Конечно же, святого Иоанна Златоуста, потому что предшественник его в этом вопросе, вселенский учитель апостол Павел, выразил это уже в своих 14 посланиях, письмах, прошедших в канун Нового Завета. Нужно точно знать, чего ты хочешь достичь своим противостоянием, иногда всем, кто рядом и вдали. Данное Богом неотъемлемое право оставаться верным Иисусу, остаться сподлинно человеческим лицом. Апостол Павел сказал сие, филиппийцам 11. Вот теперь какие-то места писания, просто посмотрите дальше, считаем. Право вещать о любимом, питаясь его силой в Духе Святом. Павел знал о своем назначении, как и пророки Еремия. И вот оно, какие места писания, просто просчитайте, у меня уже нет времени. Апостолам били, требовали замолчать, чтобы весть о распятом и воскресшем засглохла, но в ответ враги истины услышали. Ну, кого слушать больше? Вот, дальше. В церкви было время, и ныне она такое же. Когда право остаться верным Иисусу, оспаривая те, кто не учит благовестовать о Христе. Или вам нужно книгу какую-то, чтобы там было видно, как человек бьется и побеждает. Это жития святых. А в мирской литературе это путешествие пилигрима Джона Буньяна. Ну, хотя оценить, вот знаете, отвечает, места писания взяты красным, шрифт увеличен, сделано жирным, чтобы легко было считать. Это работа. Наташа Мутусова, город Воронеж. Просто никуда не годится. Прямо совсем раздетая, хорошая, видно, женщина, ну, прям никуда не годится. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Продолжаю заниматься рассылкой вашего фильма «Потеряевки». Многие заинтересованы. Есть те, которые категорически не хотят воспринимать. Сергея Парализованного хорошо знаю. Я у него заказывал иконы. С любовью Христовой к вам. Александр Никифоров, город Санкт-Петербург. Игнатий Тихонович, рад, что познакомился с вами. С бородкой сидит, ишь, как вот аккуратно. Сергей Рябов, город Щелково. Игнатий Тихонович, всех божьих благословений в жизнь в вашу, от всемогущего Господа Бога и живого Иисуса Христа. Аминь, Аллилуйя. Ну, спаси Христос. Роман Фроликов. Запомните этого человека, смотрите внимательно, я в конце о нем скажу. Мои интересы. Как послужить Богу, чтобы Ему было угодно мое служение. Любимая музыка. Музыка, которая поет во славу Божью. Любимые книги. Библия. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Молю Бога, что он даровал вам спасение и познание истины в этом будущем веке. Вижу, что деревня Потеряевка развивается в духовном плане. Игнатий Тихонович, как вы считаете, если я не пью и не принимаю одурманивающие продукты, не курю, не сквернословлю, не ворую, не лгу? За мою критику хамства начальствующих мне предложили уволиться. Я уволился с вчерашнего дня. Могу ли я приехать в каком деревне Потеряевка и начать жить истинно православной жизнью? У меня есть опыт работы по профессиям. Электрик домашний и промышленный. Настройщик компьютерной техники. Я стараюсь заниматься благовестиями и катехизаторством, часто переходящим в благовестие по причине темности понятия о Боге и вражды к нему. Понятия о Боге беру из Библии толкование феофилакта, толкование составленных отцом Даниилом Сысоевым. Стараюсь как можно больше слушать беседы отца Даниила Сысоева. Я много раз за этот год бывал в Москве по работе, часто бывал на богослужении в храме и миссионерском обществе, созданном отцом Даниилом Сысоевым. Стараюсь своим личным участием, практикой научиться благовестию. У меня есть очень живой для меня вопрос о непротивлении злу до смерти, до убийства. Я знаю о святых, защищавших своих ближних от духовного насилия, от насильственного перевода в другую веру, кроме православия. Например, святой Георгий Победоносец, святость которого подтверждена обновлением храма в честь него, празднуемого в начале ноября нового стиля. Или святого Александра Невского, убившего на небе воинов, которые хотели мечом нести в Русь латинскую веру. Отец Даниил Сысоев также говорит о том, что разговоры о непротивлении злу звучат до тех пор, пока нас самих это не затронет. Даниил Сысоев учит, что по согласию отцов в церкви есть уровни святости. Так вот, по-моему, для них это уровень святости воина, защищающего нас от духовных насильников до убийства этих насильников. Для других это уровень сопротивления злу без убийства. Для других непротивление злу с обвинением себя в том, что обижающий ближнего человек стал злым. Может, есть ли другие уровни святости, Игнат Тихонович, я заблуждаюсь? У меня есть влюбленность в русское сельское хозяйство, русский народ. С любовью о Христе, ваш брат во Христе, Роман. То есть, я сказал, сфотографируйся, там-то, о таком он все сделал. И уже все, я выезжаю, и вдруг исчез по сегодняшний день. То есть, ему было дано разрешение приехать. И он исчез, и нигде его нету. Что случилось, понятия не имею. С бородой, ни одного замечания нету. Все ответил как надо, с чем не согласны, мы оттуда беседовали. Кто что о нем знает, где он находится. Я даже не знаю, где. Ну, вот так вот. Нету. Найти и сообщить. Что он заболел, что-то случилось, не знаю. Наташа отвечает. Да, да. Наташа, да воздаст тебе Господь за твои добрые дела. По секрету, закрой грудь. Тебе не видно это, а со стороны заметно. А то она не видит, что у нее грудь. Так, Роману отвечаю. Роман, ни женатых не принимаем. Они не приживаются. И кроме неприятностей, нам от них еще ничего не было. То есть поселяться нельзя, приехать можно было. Поселяться, ну как, он ничего не будет. Ему нельзя. Это на новом месте. Павел Скандаков. Спасибо Господи, вы хорошо говорите. Но я задам такой вопрос, более откровенный. Как им нужно ли бороться с глупостью епископа и священника? Хотя я понимаю, что вышепроведенные цитаты подразумевают и эти случаи. Видите, о чем спрашивают. Дальше. Ответ. Павел, я вас не знаю, что там за упущение у епископа или священника, или более серьезное. Это дело очень непростое, перечить таким людям. Они очень апельсиозны и, как правило, полны дутого и чванливого снобизма и лютости. С мстительностью лютых волков, как апостол Павел предсказал. И потом, на тропу войны лучше не выходить. Попробуйте определенные молитвы пробить цитадель греха. Это лучший способ. Я говорю это, как постоянно находящиеся на фронте с этими людьми. Но я не конкретных людей беру, а всю опрогнившую махину патриархии. Нет подлинной катехизации, нет обращения, нет истинного крещения. Все тайства нарушают, профанируют. И медленно работая, 50 лет, доблю в одну точку. Большие уже проломы там сделали труженики. И это, говорят, четыре открытые. И сам патриарх Кирилл, мне этого сладую в помощь. Да будет он благословен Богом. Смирнов, отец Дмитрий, весьма прилично говорит о падшем состоянии своей паства. Андрей Кураев умница, Осипов эрудит. Отовсюду учиться надо. Но воевать с конкретными личностями совета не даю никому. Прежде всего, постом и молитвой сокрушать в них грех. Так нам и Бог заповедует. А если бы они были великими грешниками, то и тогда лучший способ борьбы – смиренной молитвы перед Богом днем и ночью, не менее семи раз в день. И еще для всех, кто не первый вопрос задает. Игла. Отвечая каждому только на один вопрос, остальное он может найти в моих 4124 вопросах. Да, ответы все. Евгений Довголь, город Калининград. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. В данное время я работаю координатором в молодежном отделе, но я считаю себя некомпетентным в плане лидера для молодежи. Плохая память, рассеянность, лень, безответственность и многое другое. Православное, все осознался. Но если Господь привел, значит надо совершенствоваться и молиться. Аминь. Боюсь навредить ближним из-за своей глупости и греховности. Но понимаю только то, что надо от себя любимого отказаться и полностью посвятить себя Господу и ближнему. А не могу, особенно в тот момент, когда грешу, например, а побороть грех сил не хватает. И это понимаешь, и смиряешься со своим положением, унываешь. Смиряешься, то есть унываешь. Может выше своей головы не прыгнешь, может мне надо работать в подчинении, а не как руководитель. Ну, конечно, никакой это не руководитель, это обман один. Вот такие миссионеры, особенно которые к епархии прибиваются, к миссионерским отделам, из них лютые получаются, просто лютые волчары растут. Дальше. Да воздаст Господь за добрые дела, по секрету закрою грудь. А она возра... А, там она отвечает. Игнать Тихонович, постараюсь, встретил хорошее фото. Пыталась найти вас по скайпне, но не получилось. О, Роман Фроликов. Вот он какой. Игнатий Тихонович, вы для меня первый образец для подражания. Мне тоже часто говорят, что после разговора со мной легче на душе у человека, со мной поговорившего. Но это Бог был посреди нас и утешил человека, а я лишь призвал человека вспомнить о нем, чтобы он был посреди нас, как сейчас. Ладно, я побежал, меня ждут люди, я помогаю с ремонтом компьютера. С любовью о Христе, ваш брат Роман. На меня, когда я говорю, говорят, Лапкин зомбирует, я в гору и прочее. Ну, то есть, это манкурты патриархийные. Ну, представьте, я выхожу в краевой прокуратуре, мужчина сидит, говорит, второй год, прихожу, не могу попасть на прием к прокурору края. К краевому прокурору, генерал-лейтенант. А я в любой момент к нему прихожу, мог даже два раза в день прийти. В любой день. А как это так может быть? Бог. И он принимает меня с радостью. И мы беседуем. Не одну минуту. А которая принимает, тут подполковник, кажется, сидит, женщина высокого ранга. И она там, ну, в какие кабинеты кому направляет. И мне говорит, приходите чаще. Когда вы, говорит, бываете, то наш начальник говорит, тихий, целый день. Тихий, генерал-лейтенант. Ну, вообще, ну, зомбировал его. И все. И это мне говорят, где? В краевой администрации, в городской администрации. Вот только я иду, а уже все зазомбированы. И все расположены. Едет мэр города, а мэр, десятку лучших мэров России. И машет рукой и приветствуется. Помню, так, когда захожу, он заходит с одним человеком. О! Сразу обнимает и все целуют. А вы знаете, кто это? Он говорит, а то новый человек из Кемерово. Не знаю. Так это же Лапкин. А там еще Лапкин или Головин, его разности нет. Он говорит, так он же, говорит, коммуну построил. Что мы, коммунисты, не смогли построить. Ну, он коммунист, бывший партор. Маша Лесковская. Родной город Винница, Винницкой области Украина. Когда услышите глаз Духа Святого, не жесточите сердец ваше, как день ропотом. Игнатий Тихоныч, как можно не скорбеть во время искушения от Господа? Ну, скорбеть, это скорбь, это естественно. Это значит, вы переживаете. Никак нельзя не скорбеть. Ты же не деревянная, не железная. Благодари Бога. Теперь я отвечаю кому? Да ей же. Ей. Вот местописание, смотрите. Вот какой ответ? Ну, кто из них сегодня даст этот ответ? Ну, назовите конкретно, чтобы отвечал вот так. Николай Бродил. То есть люди пришли не ко мне, а к Богу. Теперь отвечаю. Искушение всегда двух родов. Родов. Одни от Бога, другие от наших вожделений. От Бога болезни и гонения. Все. Вот четкий ответ, в четке. А кто так? Златовус говорит. Указанные места из Святой Библии, пусть утешит вас. Греха нет, если поскорбите немного, а потом утешитесь. Памятование, монограды, запринесение их. Все временное и быстро переходящее. Уныние всегда от плохо сделанной работы. Плохо читали мы Библию Святую. Плохо мы помолились. Плохо мы прощали друг друга. Плохо мы постились. Вот и полоса, потемненная на совесть и угрызение. Уныние длительное, более чем лень, уже приводит к туману отчаяния. Все пропал. Мне не вылезти. А это уже из Нила Синайского. Согрешит дело человеческое, отчаивается дело сатанисты. Надо знать, какое место сказать. Дальше. Кому я говорю это? Ну, кого ты так? Дальше, что я говорю? Вам не трудно сходить к Сергею парализованному. От него можем и поговорить. У него логин мой. А если не так, то переговорим здесь пока. Павел Скандаков. Спасибо, Господи. Простите. Вы мне очень помогли. А то я на распутье был. Да, постом и смиренной молитвой. Буду учиться. То есть выходить и воевать с архиереем, который не такой. Я никому не даю сайт. Никогда. Не воевать, а помогать. Наташа Воронеж. Бутусово, город Воронеж. Вот, которая грудь-то была открыта? Да. Бутусово. Видите, уже. Игнатий Тихонович, съездить мне к Сергею не удастся. Он живет в другом конце города. А супруг контролирует меня. Единственное, где нет контроля, это контакт. Посмотрю обязательно ваше видео. Вот. И это не все. Мы дальше продолжаем. Все эти, которые пришли, ответы. Николай Мартыненко, родной город Смоленск, область, город Десногорск. Миром, Игнатий, вы, как я раньше слышал, были баптистом. Не был ни одного дня, ни одной минуты. Что произошло такое, что вы вдруг решили стать православным? Я родился православным. Только в старообрядческой, беспоповской семье. Ведь у баптиста проповедуются Евангелия. Да. Православие больше уделяется вниманию традициям и обрядностям. Да. Простите за беспокойство. Ну, нормально. Я отвечаю, что такое секта, от которой говорят, сектанты, сектанты. Ничего не знают сектанты. А он сектант как раз и есть. Что такое секта? Считай. Слова Рёжегова. Секта. Секты. Религиозное течение, община, отделившееся от какого-то вероучения и его противостоящее. Секта духовоборов, например. Второе. Переносное. Группа лиц, замкнувшиеся в своих мелких узких интересах. По книжам это неодобрительно. Неодобрительно. Сектант. Человек, поглощенный узкими интересами какой-нибудь группы. Сектант. Ну, какой узкий, когда на весь мир выходим, книги, везде выступаем. Какие это узкие-то? Совершенно не подходит близко. Сектантка, женщина, сектантство, принадлежность к секте, толковые слова Крысина, секта, учение, направление, школа, религиозная община, отколовшаяся от господств высшей церкви. Отколовшаяся? А куда откололась, когда у нас митрополит служит, патриархийные? Секта Малакан, переносная группа лиц, замкнувшиеся. Ну да, секта. Да. Это религиозная организация, отличающаяся догматичностью. А у нас догматы не отличаются. Ни на миллиметр, ни на микрон. И убеждения, и расходящиеся с господствующей церковью или враждебных ей. Слова на сторонах слова. Секта отрицает, институт священства. То есть нет, священники не нужны, все священники. Не признает деление верующих на Клир и Мирян. Ну как это мне может отбыть? Слова дальше вот все. Вот. Ну просто я буду останавливать, а вы дальше сами просчитаете. Вот посмотрите. До конца. Дальше. У всех же сектантов, даже самых лучше. Все понятно, считать даже не надо. Вот. И дальше вот и указы. Еретики, сектанты, кто они и что. Прочитайте. Дальше. Елена Безбородова. Видите, какие ответы огромные, полные. Это же сколько нужно терпения. Да, действительно, Господь помогает. Секта это страшная сила. И под тюрьмом вы были. Дай вам, Господь, еще терпение. Побольше бы людей таких, как вы. Беседа очень интересная. Спасибо, Господи. Ни за что людей выслали на архипеллах. Богатство это не от Бога. Все ваши видео интересные, поучительные и идет на пользу. Спасибо, Господи. А Кодла это не понимает. Они не понимают этого совершенно. Почему? Потому что безумие постигло их. Бог поражил бешенством мозги. Всех, которые в студии выступают, там Самсонова и прочее. Николай Мартыненко. Игнатий Тихонович, а разве Слово Божие не является той полнотой? Ведь в Библии говорится, что во Христе обитает вся полнота. Первые христиане поклонялись Богу простоте сердца по домам. Храм был разрушен. Теперь Бог поселяется в сердцах каждого возрожденного Духа Святого. И это не просто слова. Так говорит Библия. Слово Бога Живого. Неужели для того, чтобы поклоняться Богу, необходимы какие-то человеческие установки, обрядность? Неужели для Бога это так важно? Ну, обрядность. Маптисты руки сложили вот так вот. Или поднимают руки. Это все обрядность. Без обрядности никак нельзя. Потому что у тебя тело есть, а я буду стоять. Это тоже обрядность. Дальше. Нет, Богу нужно наше сердце. А в отношении преемственности, то православная церковь отделилась от католических в 1054 году. А почему это православные не католики? А православные не отделялось. Как раз католики это сделали. Поклонение иконам православия стало обязательным в 842 году. Разве в Библии где написано, что верующие люди должны делиться на священников и мирян? Вот видите, ну конечно написано. Это везде написано. А то я ему отвечать буду. Теперь в 1842 году. Откуда он взял эту цифру? Это, видимо, от Рогозина Павла Иосифовича. А Лука, евангелист, иконописец был. А это куда деть? Утверждено. Но День Победы стали отмечать спустя 20 почти лет после завершения войны. Стал праздником всенародным-то. Так что его не было? Не было Победы этой? Было. Но только утверждено было. Именно так. Иерархия. А Христос сказал, вы все братья и сестры. Ну и что братья? Братья со священников, братья сепискотами. Когда Христос говорил, чтобы простые люди целовали руку священник? Не говорил. Да и много всего другого. Крестить, плодиться стали в 4 веке. О, в 4 веке главное. Ну, это совершенно человек не знает, о чем говорить. Ты почитай Ирине Иллионского. В 4 веке. Да даже говорить тут не о чем. Поклонение Марии вошло в обычае в 431 году. Вот так. В 431 году. Ну, ты возьми более ранее произведение, которое... То есть не считал, не знает. Прочитал там кого-то? Творить крестное знамение в 900 году. В 900 году. Златоуст говорит, одним перстом крестить. Ну, как я знаю, тут отвечать-то не на что. То есть все перемешано. Почему? Поражено отвержением от церкви. Нет благодатного священца, и поэтому нет благодати на человеке. А вы говорите, апостольская преемственность. Да. Апостолы были просты. За это Кристос их и избрал. У них не было иерархии, ведь они были равны. Чем я не прав? Ну, вот так. Ну, тут отвечать буквально не на что. Ого. Максим Губанов, город Омск. Здравствуйте, отец Игнатий. Подскажите, пожалуйста, как понять Писание? Ну, познание истинное грешение. Прочитайте. Просто вы прочитаете, а теперь дальше будет ответ. Маша Лясковская. Игнатий Тихонович, угрызение совести у меня из-за того, что допускаю моему уму заниматься помыслами, а потом грехи. Как вы думаете, какая большая проблема в современных христианах? Вот тут маленько отвечаю. Николай, мир вам. Вы столько навыписывали из Рогозинской невежественности и прикрыли это своим незнанием Писания, что отвечать не на что. К примеру, вам тоже задают вопросы, заранее же и отвечая. Человек стал бриться только вчера, жена стала непослушной позавчера, дети стали беспутными сегодня утром. Ну и что? Вам нужно будет доказывать это? Вот вы говорите, что все мы братья. И ведь в Библии говорится, что во Христе обитает вся полнота. И оспаривать это незачем. Ну, выводы делайте какие? Мне нужна иерархия, и все одинаковые. В Библии где-то так и говорится. Но так ли? Читаем. 1 Коринфянам 12, 28. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, третьих, учителями. То есть это не одно и то же слово-то. Не все равные. Спрашиваю сектантов, кто такие апостолы. Перечислите их. Ответ правильный. Перечисляют всех апостолов, не только 12, а и 70, ни одного. Пустота в мозгах. Ибо знания сектантов мизерные по любому вопросу. А кто учителя? Опять перечисляют апостолов. Проверьте себе по этому принципу. 1 Коринфянам 12, 29. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Ефесянам 4, 11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вот тут провал. Ибо секта это церковь. А у церкви Христовой есть учителя. Это они говорят, что церковь это... секта это церковь. Как Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Ирине Леонский, Ефрем Сирин и Азлатоуст. Василий Великий и Григорий Богослов. И все жития святых тут в помощь нам. У сектантов тут никого. Ибо они начали быть с того момента, как основатели их ереси дали им начало. Не могли же быть и лютеране раньше лютера. Вапниста раньше Джона Смита. Адриентиста раньше Уильяма Миллера и Елены Уайт. Мы тут перечисляли, когда и что появилось. Нет ни одной даты верной, но провалы в целые столетия и даже тысячелетия. И нужно ли доказывать на пустоту? Поезд ушел. Да зайдите в любую библиотеку и там найдете соответствующие книги. Про храм говорите, что он не нужен. И не ходили где-то туда. Он был разрушен. Зачем вы себя так унижаете своим невежеством? Деяние 3.1. Петр и Иоанн шли вместе в храм через молитвы 9. Это уже после совершения Духа Святого. Деяние 5.20. И дети, и став в храме, говорите народу все и все слова жизни. Вот так. Деяние 5.42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Кристое. 21.26. В храме, в храме. Вы разбираете один вопрос. Всего лишь один. И ответьте. Почему Дух Святой не сходил без рук апостолов? Деяние 8 глава. В этихах. Поклонение иконам. Православие. А иконоборческая ересь была осуждена на 7-м Всередесском соборе в 1787 году. Вот как. И все даты не ваши, а вам, ваши учителя, так написали. Сами вы должны отвечать за себя и знать истину. Дальше. Максим Гуманов. Ну, о чем тут? А, ну, что значит читать? Ну, вот отвечаю. Вот одно местописание. Дальше. Что говорит Божьяна Фефилак. Вот ответ. Маша Лясковская. Дальше. Угрызение совести. Проблема современных христиан. Что проблема современных христиан? Да. Нет смирения и отречения своей воли. Матфея 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам сын. Если кто хочет идти за мной, отверни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ну, это отсюда начинать надо. Роман Булатов. Здравствуйте. Вы знаете всего Ерея, которого убили два дня назад? Ну, ну, ну. Дальше. Ну, что я знать-то знаю, но лично не встречался. Максим Гурбанов. Спасибо вам большое, отец Игнатий, что помогли понять и разобраться. Было меня бес искушал, что не остается жертва такому, как я. Но потом Бог помиловал, что вы мне очень помогли. Страшно, грешно я. Слабину себе даю последний месяц. Игры компьютерные. Дома сижу почти ничего не делаю. И молитва угасает. Надо взять и обратиться. Обещаю себе и Богу. И на следующий день по-прежнему себя веду. Где-то месяц уже так надо подняться. Видишь как, это компьютерные игры. Это хуже наркомании. Роман Радченко, город Донецк. Игнат Тихонович, я хотел спросить о литургии. Что влаживается во смысл этого слова? Общее дело. Я вот вчера слушал про теория Андрея Ткачева. У него спрашивают, как он стал священником РПЦ. И он и рассказывает свой путь. Был во всех христианских общинах. Искал Бога. И у свидетелей Его, и у католиков, и у пятидесятников. Но когда пришел в РПЦ, поразила литургия. И оказал очень сильное влияние. Что такое литургия? Литургия, богослужение, как бы сказать, тайна вечеря Христа. Вечеря Христа. Но вот когда говорят так, вот литургия поразила то другое. Я на это могу, мое мнение лишь, что человек не рожденный свыше. Рожденный свыше человек встречу Христа имеет личную. А литургия внешне, я посчитал, литургия у нас длиннее, а как Христос в триста тридцать три раза. Что непонятно-то, сколько тут вне уже. Никак. Литургия. Литургия. Из Гугла. Зарядите туда, и там полное объяснение. Литургия греческая, служение, общее дело. Главнейшее христианское богослужение православной, католической и древне-восточной церкви, во время которого совершается таинство Евхаристии. У сектанту это названо вечерей. Литургия, общее дело. Ильясор, город Нижний Новгород, Ильясорокер. Добрый вечер, Илья Тихоныч. Можно вопрос. Месса католическая раньше была, чем литургия на Златоуста? Да, одно и то же было. А раньше было. А потом изменили они. Обоснуйте, если можно. Дальше. Ну, тут какой-то ответ непонятно, что тут было. Просто основывайся, если можно, нет. А, присуществление как? Ну, вот все. Дальше. Евгений Довголь, город Калининград. Ну, ну, ну. Он занят. Читаю. Так. Игнать Тихонович, ваш подвиг меня очень вдохновляет. Скажите, пожалуйста, проповедовать должен каждый христианин? Каждый. Здоровый, больной, маленький, большой женщина-мужчина. Все. Людмила Едименко, город Запорожье. Вы правильно говорите, что реакции будут разные. Но ведь всем не угодишь. Самое главное, это быть уверенным, что все, что ты делаешь, это от Бога. Тогда не будет иметь значения, нравится это кому-то или нет. Главное, чтобы Богу нравилось. Я тоже такой человек. И уважаю людей прямых и решительных, чтобы без лести и обмана. Слава Богу, что есть еще на Руси такие люди, как вы. Ответ. Евгений Довголь, каждый христианин должен проповедить. Непременно. Это свидетельство того, что ты получил повеление от Духа Святого и облегся силою Духа Божия. Лука 9, 6. Они пошли, проходили поселением, благовествовали и исцеля повсюду. Деяние 8, 4. Между тем рассеившись и ходили, благовествовали слово. Ну вот смотри, я стихотворение тут отвечаю ему, благовествник. И считай. А то у нас поет Виктор, надо зарядить, что скажет Бог. Найдите, там он поет и на гитаре, это мое стихотворение. Что скажет Бог, то изреку я. Заученная фраза у Михея. Такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в душу ахинею. Его заклинило на этих вот словах. Что грамота, дипломы, институты. Не умолчу, вы можете плевать. Кто поступал иначе, были плуты. И пех. Михея просит все архиереи. Умолкни, изреки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет. Разоблачает иерочека агентов. Жив мой Господь. Что скажет мне мой Бог, то изреку и я. И не словечко против. Замучились с Михеем, сбились с ног. А он за старое. Торог совсем не кроток. Патриархийное священство в рот глядело. Уполномоченным, поставленным от власти. А он один твердил свое так смело. За стол не лез отведать горькой сласти. Припев. Жив этот Бог Михеев и сегодня. С утра он жив. Все тот же, что вчера. Он ищет вновь таких, кто в деле годен. И страх имеет, как изрек в сирах. Напротив одного живущего презрения. С кадилами сенот и патриарх. А он для них в горшке разводит бренье. От древности мирской вступает прав. Места писания, считайте, где там написано. Припев. Он поет их. У них вспыхает лона. Вы видите позатый легион. По ноге лежат чуть-чуть с наклоном. Не могут совершить они один поклон. Опухшие, продажные, слепые. Не могут до копальни добрести. О, сколько жеребцов! Не хватит пыли. Кому доверились мы, Господи, прости. Михея просит все архиереи. Умолтнись, реки добро президента. Он снова наяву в эфире реет. Разоблачает Иера, ЧК, агентов. 28.09. Виктор поет. Дальше. Людмила Ефименко, Запорожье. Отличное видео. Что не фраза, то истина. Рекомендую всем, кто страдает обжорством, болезнями и столостолюбием. Кстати, чтобы избавиться от этой зависимости, рекомендую поститься постом из Сырии без еды и воды. Хотя бы раз в два в неделю. С верой молитвой делайте он и убежит от вас. Благословений Божьих всем. Вот, благословения. Значит, если Господь благословит, мы следующее уже перейдем вот сюда, вот. Это другое на ответ дает. Все на сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...